ну пойдемте сейчас мы их будем прессовать добрый день кто вас самый старший час на работе в смене позовите пожалуйста здравствуйте как вас зовут ирина меня зовут владимир значит я представитель ивана ивановича мне хотелось бы понять по какой причине вы отказываете предоставить документы о том что вы взяли на ремонт цены товар а именно iphone смотрите когда мы принимаем товар мы выдали клиенту крышок квитанции который должен находиться у него да ну вот он так получилось что оставил здесь у вас у нас он не оставлял бы посмотрели по камерам он не назвал хорошо а в чем сложность я не знаю сделать ксерокопию заверенную выдать у нас нет этого документа у нас квитанция у клиента корешок любой документ выдайте о том что он вам отдал данный ценный товар и он находится у вас ну вы можете его назвать как угодно просто чтобы он был спокойно тем просто объясняю я если кому-то что-то отдаю да я на руках что-то имею ну я даже могли потерял либо здесь состав не важно это ну как бы можно же сделать так чтобы он имел на руках документ подтверждающий что он не потерял этот телефон а он находится у вас на ремонте спасибо да любой расписка как угодно вы говорите направили уже ответ да на претензию говорят а вы можете нам его уже ознакомить как-то сегодня то есть вы прочитать не можете смотрите просто есть определенные сроки на добровольное устранение скажем так наших претензий это 10 дней 10 дней уже давно истекли хорошо а где экспертиза будет проводиться он имеет возможность участвовать при этой экспертизе ну в урманске это будет проходить но как же он имеет право участвовать по skype смотрите мы исходим из того что мы эту экспертизу будем заявлять в рамках все-таки судебной экспертизы потому что ну я не знаю это ваши заинтересованные скорее всего могут быть лица и чтобы не ставить под сомнение вашу экспертизу вы можете конечно обратиться в независимую экспертизу через суд мы это сделаем да поэтому в любом случае мы эту экспертизу уже как бы не будем сейчас проводить тем более насколько мне известно вы говорите что это за наш счет должно происходить нет сначала оплачиваем ее все как положено если будет выявлено то что к сожалению вина потребителя тогда должен будет оплатить воду но к сожалению видите вы когда предложили этот вариант со слов когда мы уже подали исковое заявление поэтому уже будем проводить судебную экспертизу что не указано понятно понятно а вы можете просто ксерокопию распечатать этого письма все нож по почте получил вопросу как сфоткать можно с экрана любопытно просто я понимаю хорошо ладненько вы пока решите вопрос с расписка я сейчас сотрудникам переговорю человек купил iphone он оказался неисправный сдал его на ремонт потерял либо забыл у них оставил документы подтверждающие что он этот товар им оставил единственное что я могу от вас принять заявление в отношении того что вы считаете что в отношении вашего клиента совершили противограммы я передам компетентные органы если компетентные органы им покажется что они занимаются моим остров примут меры дождемся ответа ответа дождемся дадут нам расписку о том что я не могу ждать я не могу ждать я наш один работаю на сервис перомайский район сейчас я быстренько спрошу скажите пожалуйста все таки давайте решим будете выдавать расписку напишем сейчас коротенькое объяснение что конфликт решен на месте все готово да иван иванович распишитесь за получение документ подтверждающий что этот товар находится у вас именно вот это правильно все все спасибо большое до свидания